здравствуйте друзья и подписчики моего канала сегодня вы будете наблюдать за пересадкой вот этой вот прекрасной новой орхидеи котлеи из кокоса в котором она проживала длительное время в грунт для котлеи дело это не быстро и потому что для начала нам надо разобрать вот эту вот кокосовую конструкцию ждать два-три дня я не стала потому что если два-три дня пройдет кокос который сейчас находится мокром состоянии потому что вчера при получении уже рассказывал вам я ее обрабатывала инсектоакрицидом и естественно вот это было все дело мокрое сейчас я заметил что это начало вот в этом замечательные лазочки начала так просыхать хорошо и я решила разобрать не дожидаясь дело долгое сейчас будем наблюдать да кстати хочу сразу чтобы посмотрели на время сколько я буду разбирать я думаю что я прервусь а может быть и не прервусь вот так видите снимаю вот эти вот трухлявые куски живых корней там нет вот смотрите весь живых корней нет вот это все уже мертвое поэтому стесняться я не буду я так понимаю что корни только вот здесь вот на поверхности находятся поэтому вот это я делаю вот так вот снимаю здесь я поаккуратнее конечно оставила здесь приготовила инструмент вот смотрите виламин весь снимается виламин снимается вам мокрый насквозь тяжи я думаю что не буду я их обрезать ну вот видите вот такая ситуация посмотрите насколько мокрый кокос я на него нажимаю вот смотрите видите я нажимаю и выделяется вода вот вчера мне значит сказала одна знакомая что многие выращивают и вот так вот оставляет выращивают то есть перевалкой сажают в горшок смотрите видите все болтается все гнило и обкладывают вот ведь замечательно все снимается обкладывают корой да вот она вся на поверхности но понимаете чтобы промедление смерти подобно потому что вот в таком деле но как может котлее жить вот это все мог мокрое и гнилое вот смотрите внутри ведь что находится это мог в котором она росла когда была еще пересажены из фласки вот таким вот образом до 4 погорячилась когда я сказал что это будет долго и муторно вот так замечательно все снимается отлично снимается это все пойдет в полисадник я собираюсь там пересаживать хост и вот и я под хвост и вот и делаю брошу да здесь уже все наверху вот те же корни только на поверхности вот видно да поэтому он даже пинцеты не понадобятся здесь соорудился целую лабораторию вот эти какие то есть те корни которые были они все бедные взглянили и теперь я думаю в какой у нее горшочек сажать но естественно я придумаю но в тот который я хотела посадить горшочек с дренажными отверстиями в которой я на днях перед которые на днях я пересаживала свои котли так вот мог видите такой вот старый старый мог уже в те значит я не смогу горшки в тот горшок посадить так вот те же снимаю вот так видно да вот тяж не тяжа веломен веломен я снимаю здесь меньше счета отвалится какая-то штучка так я поняла вот этот новый рост который я показывала смотрите видите он вот так вот в таком вот виде естественно я вот это вот выбрасывать не буду я ее посажу внух пока я отложу ее в сторонку эту часть здесь я думаю мне еще больше не отвалится вообще все вот смотрите веломен снимается так сейчас смотрим что у меня здесь живое осталось вот тоже веломен смотрите видите его снимаю это все надо удалить чтобы это потом не гнило ну да в стандартный 12 горшок она у меня пойдет единственное там надо дырочек напаять паяльником здесь вот еще вот этот вот еще такой жизнеспособный здесь вот что-то прям совсем не нравится вот снимается все снимается 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 снилось здесь живое но вот смотрите сейчас я вам здесь тоже что-то сухое болтается вот смотрите здесь значит у нас получается я рада что так быстро все вот еще я сняла все вот сейчас я уберу эту канительку очень много получилось отходов так и смотрим что у нас осталось нас осталось прекрасное вот такое вот растение замечательное веселое корней достаточно чтобы начать рост вот я еще здесь пропустила кусочек и лавина оставила погибшего достаточно здесь корешков для того чтобы она укоренилась ну и я уже сказала что тяжики я оставлю эти я их не буду убирать так что мы будем следующим этапом чем посмотрим делать следующим этапом я буду замачивать в растворе привикура то есть я беру пол литра воды от стоим беру привикур беру шприц так сейчас секунду отмеряю 1 миллилитр такая вот у меня дозировка то 1 миллилитр привикура на пол литра воды так перемешиваю и ставлю сюда вот так вот погружаю поглубже вот котлею вот видите как я погрузила чтобы и корни и тубер чтобы там оказались в воде с этим раствором пока отключаюсь буду подготавливать горшок и грунт друзья мои при монтаже видео случилось непоправимая удалилась последняя 30 минутная часть посадки орхидеи котлея я вообще в полном шоке что происходит я вообще не понимаю я очень расстроена и конечно хочу показать вам как я посадила эту орхидеи уже ночь на дворе потому что я снимала вы видели время до сколько времени было так сейчас я пыталась вытащить откуда-то из хранилищ видео удаленное мне еще не получилось в общем большая печаль поэтому ну давайте будем смотреть что мне здесь собственно вышло так сейчас я расскажу так посадила я котле и вот в такую вот пластиковую корзинку здесь принципе все просто дольше было укладывать грунт мы видим что пластиковая корзиночка такая вот в качестве дренажа используется пенопласт далее что мне здесь вот мох мы видим живой свежего урожая невлагоемкая кора также кора архиата также там в середине лежит лежат камушки мелкие и вулканическая лава подсадила я сюда котлея вот такой папоротник который был удален из старой котлеи когда я пересаживала маленький он такой спороносный очень противный вот эти вот споры они сыпятся везде во все орхидеи я его посадил для чего у него длинный корень вот такой он будет использоваться как фитиль также вот те же и вот мы видим они здесь все находятся на дне она хорошо держится хорошо закреплена орхидеи после того как я ее посадила я обложила посадку мхом спагмос ну и собственно на все вот видите вот так вот я быстро вам рассказала чё как я говорю дольше было выкладывать грунт потому что грунт просыпался в эти ячейки но теперь она выглядит очень даже презентабельно хорошо выглядит я думаю что ей все понравится после того как я ее посадила я ее эту посадку замочила вот теми остатками раствора привекура который которым собственно вымачивалась орхидея и вот этот вот маленький ростик который отвалился я его тоже присадила тоже его привыкором залила вот этот маленький совсем унипусенький ростик фласочный но вырастет вырастет не вырастет не вырастет на всяком случае моя совесть будет чиста вот так что сегодняшний вечер не знаю поразил меня но бывает такое бывает не 1 меня когда файлы удаляются это вот я говорю это случилось в видео гуру при монтаже что такое с этим видео гуру происходит я не знаю вот сейчас я соединю эти две части и уже буду ложиться спать а вам хочу пожелать мои дорогие всего самого доброго солнца в душе и на небе здоровья вам вашим растениям всех благ до свидания всегда ваша бокова наташа